Упражнение 1. Расположите кончики пальцев на щеках таким образом, чтобы они поддерживали часть кожи, лежащую вокруг ваших губ. Это поможет несколько расслабить мышцы. Губы будут расслаблены, поэтому ими легко двигать, используя не слишком большое количество воздуха. Затем используя звук «А». Попробуйте заставить губы двигаться легко и максимально равномерно, примерно следующим образом. Следите за тем, чтобы пальцы оставались на щеках. Губы должны двигаться легко и равномерно, не слишком быстро. Когда губы работают быстро, они напрягаются. Чувствуете, как резонансные ощущения переходят в затылочную часть головы. Вы также ощущаете связанные звукоизвлечения при движении от грудного голоса к головному. Думайте не о нотах, а о триле, которую делают губы. Теперь ваша очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Упражнение 2. Используя тот же звук, что и в упражнении 1, попытайтесь сделать триль языком. Ноты те же самые. Помните, что ваша главная задача – это сохранить связанное звукоизвлечение при переходе к головному голосу. При помощи используемого в этом упражнении звука, ваша гортань находится в слегка опущенном состоянии. Послушайте это упражнение в исполнении одного из моих студентов. Заметили, что при исполнении басовых нот ваши связки еще достаточно толстые и длинные, но при движении вверх богами они начинают утончаться. Ваш язык делает трельф очень равномерно. Вы думаете не о нотах, а о том, чтобы трельф была как можно более ровней. Итак, вы перешли в диапазон тенора. Гортань остается в опущенном состоянии, а связки утончаются от задней части к передней. Это было верхнее до. Теперь ваша очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok